здравствуйте уважаемые любители шахмат речь сегодня пойдет о вторых партиях полуфинальных сражений на турнире легенды шахмат это напомню четвертый этап магнус карсон честура и если исходить из того что мы увидели в первый игровой день полуфиналов то можно было себе представить можно было предсказать вроде бы что оба матча оба полуфинала закончится уже сегодня дело в том что магнус карсон победился счетом два с половиной полочка восьмикратного чемпиона россии петра свитлера а я не помнющий с таким же счетом два с половиной полочка а не шагири при этом было ощущение что игровое преимущество как того так и другого весьма значительно хотя петр свитлер очень смело разыграл дебют в первой партии имея белые фигуры против магнуса карсона ну и в общем был близок к тому чтобы при правильном разыгрывание сложнейшего положения одержать победу и выйти вперед но этого не получилось петру у петра не получилось и он потерпел поражение полочка на два с половиной и вот давайте посмотрим как проходила борьба сегодня скажу сразу что проходила на весьма любопытно хотя не одинаково скажем так любопытно и драматично обоих матчах начну с матча между магнусом карсоном и петром свитлером с первой партии в которой чемпион имел белые фигуры и он сделал первый ход е2 и 4 на что петр свитлер конечно же попытался применить но и применил свою любимую на кратно проверенную испытанную временем сицилианскую защиту конь f3 d6 d4 играет магнус карсон никаких слон b5 размен-размен конь f6 конь c3 a6 и здесь слон е3 вот такой вот спокойный ход делом сегодня мы уже увидим экзотику кроме хода слоне 3 довольно часто на практике встречались такие продолжения как слон е2 когда-то очень популярным был ход слон g5 нередко играли с белой f2 f3 иногда слон c4 а слон е3 нормальная можно сказать одно из самых употребительных продолжений в этой позиции с тем чтобы на е6 сыграть f3 как будто бы но оказывается начал с хода слон е3 магнус карсон затем ходом слон е2 свел дело к более-менее известным позициям но петр сам первый уходит немножечко в сторону начиная с ходом ферзь c7 ход такой кокетливый ход с помощью которого черные пытаются некие порядки ходов игру вот такую на нюансах порядков ходов но другой стороны что ферзь d2 белые имеют теперь возможность так как черные не выводят и слонов ни коней и белые могут теперь применить использовать какие-то планы разыграть с длинной рокировкой b7 b5 и a2 a3 а после слон b7 f2 f3 то есть сочетание не то чтобы несочетаемого или совместимого но не совсем обычно трактуют оба соперника сицилианскую защиту вариант найдерфа то есть белые выставили вот такой клин затем поставили ферзя на d2 затем сыграли a3 ну и ясно что они собираются сделать длинную рокировку хотя может быть заслужил внимание g4 может быть так стоило сыграть белым но магнус карсон делает ретировку сразу опять же не нам не мне судить магнуса карсона говорить что ход чуточку лучше или хуже коль скоро ходы пример доравноценные а ну магнус дует свое дуду и имеет ввиду совершенно конкретный план то есть длинная рокировка потом можно g4 и так далее ну вот черные были вправе сыграть например просто h7 h6 неторопливо разыгрывать расставлять фигуры в этой позиции потому что белые ведь не оказывают пока никакого такого страшного и ужасного давления на их позицию пешки на f4 нет пешки на g4 нет ну хоть скоро белые не очень-то прижимают вас то есть черных канатом то и черные могут себе позволить себе некую профилактику затем постепенно тем иным способом разыгрывать эту позицию хотя с другой стороны конечно коль скоро белые вот действуют именно таким образом я уже сказал все основные слова характеризующие их игру то почему бы не сыграть d5 ведь классическое так сказать вероучение учит что коль скоро белые тем более социальной защите не торопится а у черных есть возможность провести d6 d5 почти за бесплатно то почему бы этого не сделать нужно то есть и сообразно рассмотреть отход и если нет опровержения прямого тактического то сделать его и петр свитбер его делает взятие теперь наверное все таки я думаю стоило петру свитберу немудро своего рукава сделать самый естественный ход конь бьет d5 он не был сделан петру на d5 взял слоном здесь что получается взять nd5 слон бьет d5 слон f4 наверное провоцируя е5 тогда слон подвисает после конь бьет d5 и белые добиваются преимущества хотя вот я так сказал быстренько там c2 пешкой висит правда на d7 конь наверное все равно у белых преимущество после е5 и конь бьет d5 нормальный ход ферзь b7 тогда можно сыграть конь f5 вот такую вот хитроумную игру начать бить невыгодно из-за ферзь бьет d5 это понятно а конь и ограничивает возможности черных родителей на d6 например f6 король b1 но можно сказать сыграть и конь d6 я думаю что после конь d6 у белых лучше то есть какое-то преимущество у белых в любом случае есть давление есть сюда идти не хочется с другой стороны коль скоро пётр свитлер сам добровольно сделал ход d5 то что-то он рассчитывал а слон бьет d5 ну все-таки важно очень слона черные отдают правда белые могут даже еще не сразу не забирать в основном 4 сыграть и водя не один то есть слон d5 чувствует себя как-то ненормально немножко он всегда находится под боем отнимает это поле у коня пешку е6 он защищает но в любой момент белые могут ударить на d5 длинную рокировку вот на что делал ставку пётр свитлер хотя вот та трактовка те ходы которые последние ходы сделаны черными они вызывают какую-то неоднозначную реакцию неоднозначные эмоции слон е3 довольно логичное возражение на c5 фигуры ставить не очень хочется ферзь идет на б7 ну например если бы черные сыграли слон c5 что было бы тогда напрашивается такое решение как b4 вполне возможно и здесь и действительно ход b4 обеспечивает в этом случае белом сильную инициативу не скажу атаку инициативу отступать нельзя там конь б5 будет неприятнейший ход а если взять на d4 ну просто два слона плюс оба короля рокированы в длинную сторону и у белых здесь больше фигуры они смотрят как раз куда надо а 4 белые легко проведут зацепиться за срабости черных на ферзьем фланге добьются значительного преимущества а после года ферзь по 70 который сделал петр свитер белые могли и вот это удивительное дело и электронные наши друзья говорят что это очень здорово и практически выигрывают партию сделать удивительный ход кольца 3 бьет бы кодица 3 бьет b5 да именно так пожертвовать позиционную фигуру и оказывается что атака белых видимо практически решающий но человеку оценить последствия этой жертвы очень очень тяжело и тем более понять что этот ход лучше чем простое нормальное продолжение которое избрал магнус карсен и которое дало ему значительный плюс перевес большие шансы на победу а здесь что ну вроде бы естественный ход а б тогда конь бьет b5 белые отдали за просто так за две пешки фигуру но черный король открыт и у белых очень легкий план переброса вброса фигур в атаку например коробля 8 такая профилактика без нее не так уж легко черным играть на c5 никого не выведешь без потери там ферзь c3 будет связка на ферзь c6 коня 7 шах юрка ну а тут что вот так вот слона 7 ферзь c3 шах если слон c6 тогда слон наступает назад с угрозой коня 7 шах если конь d5 тогда ладья бьет d5 взятие коня 7 шах король отступает а куда еще ведь это вилка атака короля и слона то есть слона нужно защищать чтобы не остаться без всего на свете тогда конь бьет c6 просто взятие ферзь a5 шах если конь б6 тогда шах вот отсюда и все почему же она ступить королем назад уство на нашей шах а если ферзь b7 тогда слон бьет б6 шах выиграли все на свете если король c6 тогда фица слон b5 если король c8 то силу на 6 но если сыграть король c8 тогда сразу сложного 6 отступление и теряется лада д8 ну если сыграть не фроности 6 нашая ферзь c3 а фирс c6 тогда ферзь ezakh и оказывается что белые продолжают эту самую страшную атаку составンド же заняться профилактикой типа король b1 оказывается, вот опять же, человек ну не тот, кто не способен способны какие-то люди на подобного рода решения таких людей очень мало не буду даже называть, вспоминать так сказать, представителей романтического направления в шахматах, пусть и живших относительно недавно ну вот так, оказывается, белые могли играть и, видимо, у них вот в такой игре решающее преимущество после подобного рода маневрирования, скажем, е5, ферзь бьет е5 им угрожала ферзь b8, но тут все равно ферзь f4 и атака белых неотразима, но понятно, что если играть конь бьет b5, заодно еще рассчитывая и последствия хода b и последствия хода е5, тогда конь a7 шах, ферзь бьет a7, теперь конь е6 с атакой черного ферзя слоном е3 если слон c5, тогда взяли на c5, затем ферзь c3 и выиграли этого коня, потому что защитить его вторым конем нельзя из-за хода ладья бьет d5 а если здесь ферзь b7 на конь е6 тогда просто ферзь a5 просто в кавычках, но сильнейший ход такого на ладья, конь под ударом приносит себя в жертву, нужно поэтому вроде бы его взять, тогда слон бьет a6 белые выигрывают ферзя за три фигуры, но у них еще пара пеших, плюс жутко открытые позиции черных короля, поэтому безнадежно абсолютно у черных после этого, то есть конь b5 можно было сыграть, но понятно, что это не человеческий ход и уж осуждать магнуса за то, что он его не сделал, мы не имеем никакого права, просто я привел все эти варианты чтобы проиллюстрировать, насколько отличается скажем так, машинное восприятие, современное качественное машинное восприятие многих проблем и вопросов от человеческого и что вот такие решения ну для людей совершенно немысливые в нормальной игровой ситуации, не только быстрые шахматы, а думают классические для машин, ну что называется, щелкать семечки и так, а4, нормальный ход сделал Магнус Карсон и он после неудачно разыгранного Петром с Фитером дебюта, дает белому явный плюс конь b3, можно взять на e3, но на a6 слабость останется, а в общем все равно черный вынужден будут подобные размены наверное осуществить, ферзь d4, ферзь лезет вперед но если конь e3, ферзь e3, мы об этом говорили и скажем, король b8, тогда ферзь f4 шаг e5, например, а что еще, там ведь с король под атакой постоянно, здесь взятие на f7 в любом случае, почему ферзь f4 так неприятно потому что двойной удар, на короля и на пешку, выиграли пешку сохранили атаку и выигрышная позиция а в случае хода слон d6, здесь того хода, который сделал Петр Свитер конь a5 играет Магнус Карсон, ферзь c5 слон бьет a6, вот белые уже забрали еще пешку король c7, конь b7 такой вот ударчик, вилка на ладью ферзя и слона, нужно меняться ладья бьет d4, еще и ладья подключается ладья a8, конь бьет d6 пешка на f7 висит, поэтому приходится брать коня а не слона, слон b5, защищая пешку ну два слона, лишняя пешка, активность безнадежна абсолютно у черных после хода слона d2, оказавшегося в последней в этой партии, Петр Свитер признал себя побежденным по вполне понятной объяснимой причине, потому что угрожает слону бьет b4, еще одну пешку вдобавок к одной всего лишь пока что потерянной черными но все остальные тоже дрова, отдавать пешку нельзя, если король c5 то ничего не получается, все равно дали шаг забрали пешку и так далее, две лишние пешки, два слона и играть дальше не имеет никакого смысла ну, после этого Петр Свитер, имея белые фигуры проиграл он на этот раз уже не белыми, а черными в отличие от предыдущих партий так вот, имея белые фигуры, Петр Свитер должен был предпринять какую-то попытку отчаянную отыграться, и он такую попытку предпринял, вообще надо отдать должное Петру в том смысле, что боевитость и готовность завязать борьбу у него не отнимешь и так, Петр Свитер имеет белые фигуры, сыграл конь f3 d5, g3 вкратчивая, свитеровская такая трактовка он вообще любит фенкетировать своего королевского слона после вкратчивого хода коня f3 правда, Магнус вот заставляет фигуры весьма логичным образом но подлого счастья, как ни странно, не обретает то есть, получше все-таки у белых позиции после вот такой вот трактовки Магнусом позиции то есть, ферзь поставил на e7, защищая пешку он теперь с конем некоторые проблемы а белые, ну, играют нормально ограничивают возможности соперника коня f6, сюда, конечно, именно имел ввиду выводить своего коня Магнус Карлсон теперь удар на d5 взятие, взятие и белые прорываются в центре завязывают борьбу при том, что черные под отстали в развитии это немножко для них неприятно все-таки ощущение такое, что скорее у белых должно быть получше а может и нет может и нет взять и на e4 вот, не исключена возможность что черным стоило сыграть конь c5 я не знаю тут же белые расправились в плечи атлант расправил плечи можно было взять на f3 и стоило взять на f3 затем сыграть или 0-0 или конь c5 и продолжать игру вот такой вот манере при том, что здесь может быть у белых все-таки получше за счет двух слонов а может быть и нет потому что очень важную роль играет слабость черных полей в лагере белых то есть поле d4 отчасти поле e5 на слоне e3 всегда можно сыграть при желании слон c5 конь c6 легко войдет в игру и поддержит свою армию ничего страшного с черными не произошло а вот 0-0 ход сделанный с Магнусом Карсеном не точен теперь белые играют e5 вот так вот сразу ну я ж не знаю я думаю, что зевнул я сейчас как-то и дооценил Магнус Карсен эту возможность теперь же черные не успевают взять на f3 будет промежуточный удар осуществлен на поле d6 поэтому же играть слон бьет e5 ладья e1 здесь не годится вот этот ход не был сделан плохой белыми потому что тогда слон бьет f3 и черные раскрутились играли конь c5 и лишняя пешка и все в порядке у черных а конь бьет e5 вполне конь бьет e5 размен-размен взятие на b7 просто так вот обмен центральной пешки на фланговую но при этом белые получают преимущество двух слонов и белые разваливают пешечную структуру соперника на королевском на ферзьевом фланге конь c5 побирать так с музыкой страдать за что-то слон f4 отличный промежуточный ход используя счету обстоятельства но в случае конь b7 и ферзь слон бьет e5 у белых явное преимущество а в случае хода ферзь бьет f4 ферзь бьет a8 у белых лишние качества то есть на ладья бьет a8 gf а иначе ферзь черных отступает и белый ферзь тоже скажем на a7 отступает или куда-то вот можно ли здесь отступить на c6 нельзя, потому что ферзь бьет c6 еще есть ход на ферзь c7 вот такой ход белые берут на c6 и ферзь у них не ловится то есть можно так вот сразу не сообразить издалека забыть о том, что у белых слонов стоит на g2 на самом деле стоит и поддерживает своего ферзя так вот ферзь h5 сыграл здесь Магнус Карсон ферзь бьет c6 то есть задарма так сказать Петр Свитлер почти задарма получил лишнюю пешку и неплохие шансы ее реализовать и сравнять счет но Магнус есть Магнус и он играет любую даже тяжелую позицию очень неплохо создает сопернику проблемы ладья е8 то есть важно еще то что конь c5 связан у черных находится позади него ферзь но ферзь защищенный поэтому скажем ходы типа b4 но делать белым нецелесообразно можно было сыграть здесь слон е3 с плюсом с плюсом у белых решил Петр по-другому поступить ход f3 сделал обязывающий ослабляющий короля но обеспечивающий белым план наступления ход неплохой хотя он не очень смотрится конь d3 вот такой вот ресурс задействует Магнус Карсон очень неплохой ресурс прилагая ферзями поменяться ферзями меняются соперники слон g5 на b2 пешка висит конь b2 слон bf6 gf и конь e4 впечатление такое что у белого должно быть большое заметное преимущество а на самом деле преимущество не столь великое и наверное то что я как-то похвалил поддержал решение с Фидлера f2 f3 зря это сделал наверное продешевил Петр потому что вот с помощью вот такого вот маневра Магнус Карсон подровнял позицию она безусловно хуже у черных безусловно у Петра сохранились шансы на победу но не столь уж большие ладья c1 ладья e6 конь c5 вилка ладья отступает пешка a6 пока что защищена f4 ладья b6 ход h3 давал белым стойкое преимущество небольшое но стойкое преимущество с шансами некоторыми его реализовать Петр же поступил слон d5 рвется вперед слон белый активизирует фигуры полагая что какие-то шансы на атаку у них есть но это вот предтеча некая грядущего зевка неудачный ход слон d5 король g7 ну и теперь белые должны были сыграть слон e4 сознавая что зря слон пошел на d5 позиция без заметного преимущества но уж точно убил их не хуже с некоторым перевесом ну и с некоторым плюсом не перевесом а вместо этого Петр Свитнер сделал ход ладья f2 готовя стандартный удобный перевод ну вот то обстоятельство что и слон вышел на d5 и ладья на f2 они словно подставились под тактику бывает такое иногда на ровном месте в безопасной позиции с небольшим но стойким преимуществом Петр Свитнер сделал два хода которые спровоцировали дать сделал невозможным удар конь d1 который Магнус Карсон нанес конь защищен ладьей что делать если ладья d2 тогда ладья e1 шах король должен идти вперед конь e3 шах ну и теряется там ладья если конь g4 можно сыграть а можно просто забрать на c1 забрать на c5 лишнее ладье и черное если сыграть здесь приатакованный ладья f2 не ладья d2 мы только что рассмотрели этот ход а ладья f1 тогда конь e3 вилка ну и белые теряют качество и им не позавидуешь а если сыграть слон b3 как поступил Петр Свитнер так ходит f2 взятие взятие ладья e2 шах король отступает слон f3 ну и все ход слон d5 оказался в партии последним после него Петр Свитнер признал себя побежденным так как ну черные минимум чего достигают это размен слонов у белых просто иссякают активные фигуры у черных прекрасная ладья на поле e2 которая держит белого кроля по первому ряду там начнутся матовые угрозы любой размен ладья это абсолютно безнадежная штука для белых окончание ладья против коня при материальном равенстве легко выиграно абсолютно легко выиграно для черных поэтому обратно d5 нельзя ну собственно это нужно указать из-за мата в два хода шах там ладья c1 и взятие на c1 ну собственно вот на этом я пожалуй прекращу рассказ о матче между Магнусом Карсовым и Петр Свитнером третьей партии Магнус имел белые фигуры и как-то с позиции даже не силы а такой повышенной надежности отфиксировал ничью два с половиной на пол очка такой же точный счет в этом поединке как и в первый игровой день иными словами Магнус Карсон досрочно обеспечил себе победу и выход в финал ну а кто же будет его соперником а соперником ну мы все наверное ожидали что соперником должен скорее всего стать Ян Непомнящий ведь в первый игровой день он я бы даже не сказал что он продемонстрировал то что он явно сильнее именно Аниши Гири но то что он великолепно ориентируется держит себя в острейших ответственнейших позициях что он переигрывает Аниша в таких положениях это просто было ощутимо очень заметно и казалось что ну вот будет он действовать в такой маневре и разовьет успех и одержит победу ну здесь события определяющие решающие какие как уж хотите можно называть ключевые для этого матча начались во второй партии в которой белые фигуры принадлежали Анишу Гири и он сделал ход конь Ж1 Ф3 С5 С4 конь С6 Д4 взятие взятие конь Ф6 конь С3 и Е6 то есть вы видите что Аниш Гири решил не повторять не давать возможность сопернику применить защиту Грюнфильда не мериться так сказать в этих острейших вариантах в целом случае пока с Яном Непомнящим знаниями умениями позиции острейшие позиции труднейшие для разыгрывания а тут вот вроде все так спокойно А2 А3 слон Е7 Е4 рокировка конь Ф3 ферзь А5 слон Д2 ферзь Аш5 очень интересно развиваются события ладья Ж1 несколько неожиданный ход делает Аниш Гири с очевидным намерением сыграть рано или поздно Ж2 Ж4 пока вот Ж4 не выглядит как угроза на этом можно забрать пешку на Ж7 ничего не висит но вы видели как в целом ряде партий недавних такая идея использовалась причем белые начинали с хода Ж4 при отсутствии ферзя на Аш5 ферзь Д8 стоял конь мог забрать эту пешку а тут при ферзе на Аш5 ладья Ж1 ну в чем достоинство таких идей если вы немножко их анализировали если вы имеете представление об этой позиции а в быстрых шахматах очень трудно дойти до сути проанализировать или там разобраться по ходу игры в глубинах так сказать хитросплетениях того что может случиться то ход весьма неплохой с другой стороны не верится не верится что так можно играть что это выгодно черные могли кстати ответить контрударом центре Д7 Д5 у них было бы неплохо не будем вдаваться в подробности видно что ход Д5 заслуживает рассмотрение поскольку достаточно защит и ударов у черных на пункте Ж5 если всеми разменяться сыграть Ж4 то Солон бьет Ж4 и можно будет Зак сыграть ну не знаю короче говоря А6 Аш3 теперь у Ж4 вполне конкретная идея Конь Е5 Ж4 взятие на Ф3 взятие на Ф3 ферзь наступает на поле Ц5 и белые играют Ж5 и вот здесь уже видно что вот на этом участке когда черные сыграли как Ян сыграл А6 вместо хода Д5 он был Ян переигран соперником и позиция стала очень-очень даже неплохой для белых ну здесь можно было сыграть Ф5 ход заслужил внимание но не решал проблему потому что белые просто взяли бы на Е5 ладья бьет Ф5 ферзь Ж3 дальше вышел бы на боевую позицию Слон можно конечно сыграть Б5 начать контр игру тогда Слон Е3 ладья Е5 не очень-то помогает потому что всегда можно сыграть Слон Е2 и заставить соперника видимо жертвовать качество а тут Ферзь бьет Е5 взятие-взятие Слон Ж2 ладья Б8 длинная арахировка и у белых лучше видно насколько пассивно стоят черные фигуры важно то что нельзя брать на безнаказанное нельзя взять во всяком случае на С4 захода Слон Ф4 выиграно будет качество и большие шансы на победу у белых а если же сыграть ладья Б3 то есть в лучшей редакции отдать это качество ну ладья Ф1 начинается какая-то игра у белых конечно же лучше ход Д5 невозможен из-за конь бьет Д5 сыграть ладья Ф1 показываю до конца или как бы до конца потому что просто любопытно все это если же 6 тогда вот такой вот мат на поле Ж8 а если А6 тогда Ж6 ну и на коне Ф6 можно забрать первую ладью на Ф6 и поставить мат на поле Несложно нехитро но довольно элегантно если сыграть Слон С5 просто играем в Е4 и начинаем выяснение отношений продолжаем выяснение отношений подобного рода положения которые конечно же все-таки у белых лучше до выигрыша может быть далеко но перевес очевидный короче Ф5 не решала всех проблем поэтому сыграл Б7, Б5 Ян не помню последовало ЦБ удар на Б5 Слон бьет Б5 белые забрали пешку не привыкать Яну жертвовать пешку или в этом дебюте или в защите Грюнфельда Слон Б7 ну и судя по всему ход Ф3 давал белым заметное преимущество а последовало Слон Д3 что выглядит логичнее в том смысле логичнее что Слон все-таки подвисает в каких-то вариантах на Б5 хочется ввести его с непонятной позицией правда на Д7 посматривал на позицию Д3 более естественная с точки зрения потенциальной атаки белых на королевском фланге на черного короля и пешку Е4 защищает но здесь ход ферзь Б6 дал черным неплохую компенсацию далеко не полную и лучше было все равно конечно у белых так под пешку но не так страшно как после хода КНД6 который сделал здесь Ян Непомнящий и белые ходы ферзь Е3 могли добиться преимущества они сыграли ферзь Е2 последовало Ладья С8 Ладья С1 ферзь Б3 преимущество белых сохранилось то есть я сказал могли добиться преимущества могли добиться большого преимущества если оно меньше тоже на пешку с лишним пешка-то лишняя у белых да и плюсы какие-то есть конечно рокировку белые сделать не могут но Ладья НЖ1 стоит примерно там где надо она обеспечивает потенциальную атаку на черного короля ферзь Е5 слон Д2 повторение и вот здесь произошло совершенно удивительное глубоко изумевшее меня событие вот я говорил 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 действительно у белых преимущество на пешку с лишним белым стоило сыграть Ладья Ж3 и обеспечить так сказать зафиксировать этот самый перевес в случае слона 6 бить на Б2 кстати нельзя из-за Ладья Б1 потеряется ну там начинаются неприятности белые играют Е5 забирают в конечном счете слона на Б7 поэтому надо играть слон А6 слон А6 слон А6 конь А2 например вот так вот бить на Б2 нельзя потому что подвисает и Ладья НС8 и Ладья на А6 а в случае взятия взятия ну у белых лишняя пешка и две связанные проходные на фланге далеко не выиграешь конечно у черных компенсация какая есть но перевес белых очевиден так вот после хода слон Е3 которого сделал Аниш Гири мог просто зафиксировать вот такую позицию после еще одного повторения просто ничью мог зафиксировать Ян Непомнящий сделал вход ферз Б6 троекратное повторение позиции и ничья но вместо этого Ян в позиции которая у него объективно хуже на пешку с лишним у Ян конечно было больше времени вдруг решил заиграть на победу ходом слона 6 это удивительная вещь то есть конечно не мог не понимать Ян что позиции у него объективно хуже времени у него конечно больше всегда у него больше времени чем у Аниши Гири почти всегда но почти без рассудства а с другой стороны интересно что это как бы без рассудства оно себя полностью оправдало в значительной степени оправдало и так слон А6 без умства храбрых поем и песни без пешки без компенсации за эту пешку Ян Непомнящий отказывается в творении ходов и ничьей и начинает играть на победу слон А6 ладья бьет А6 ну судя по всему конь Д1 обеспечивала белым преимущество то самое небольшое может и не такое маленькое больше чем на пешку сферчь черных атакован ладья на С8 под разменом бить на С1 нельзя из-за взятия на А5 надо отступать размен на С8 это вариант из партии скажем А5 у белых силы защищено на ферзьевом фланге а там на королевском какой-то план идеи связанной с Ж6 неприятной для черных цена ладья А4 конь С3 координировались ладья отступает там слон Е3 все раскрутились если слон С5 тогда ладья Ж3 взятие-взятие просто вот такая игра если ферзь С6 тогда Ж6 с инициативой опять же я вот как-то так говорю как само собой разумеющиеся вещи это все а когда вы играете реальную партию тем более это быстрая партия оценить правильно адекватно очень трудно в домашних условиях мы имеем и время и возможность как-то спокойно все обмозговать и заглянуть в наши электронные подсказчики а когда вы сидите и играете в реальной ситуации все гораздо сложнее и вот решил Аниж Гири уводить своего короля из опасной зоны на Ф1 и этот ход неудачен ну он выпускает практически все черный координируется консолидируется ход ладья С6 напрягающий белый по линии С никакие выпады конь Д5 теперь невозможно а на это дело ставку кстати конь Д5 вот здесь нельзя играть конь Д5 за ладья БЦ1 шаг слон Д2 связан а после короля Ф1 конь Д5 угроза не угроза не угроза извиняюсь тоже за ладья БЦ1 но тем не менее какие-то идеи когда белый король уйдет могут такого рода возникнуть ладья С6 усиливает так сказать напряжение по линии С слон Е1 конь Д5 по прежнему не угроза за ладья БЦ1 связан белый слон но здесь уже великолепная контригра ферзь С7 ладья Ж3 конь С4 то есть полная координация своих сил достигнута я нам не помню конь давит на фланг по линии С напряжение белых фигур стоило ли сыграть ладья Д1 наверное белым позиция оставалась примерно равной сохранялась примерно равновесие охота ладья С2 не совсем можно сказать совсем неудачен существенно неудачен потому что ферзь Ф4 ну как ферзь Ладья А3 и вот здесь еще один критический момент черные могли сыграть или Ф5 с неплохой игрой или Ф6 с неплохой игрой а я отступил в солоном на Ф8 и замысел Аниш и Гири начал оправдываться то есть характер борьбы характер позиции несколько иной чем он мог быть если бы Аниш четко вместо корольев 1 маневрировал здесь корольев 1 на ГНФ1 стоит вроде бы неплохо и стоило здесь сыграть король Ж1 дальше уводя короля в безопасное место поскольку тактические удары пока никакие ни на взятие на В2 и ни на А3 не проходят Конь С3 защищенный ладьей С2 и ладьей С3 ну и плюс солоном с Е1 поэтому тактики нет лишняя пешка есть и во-первых все более-менее срастается несколько лучшая игра а конь Д1 а конь Д1 ход сделанный здесь как-то так вот оптимистично Анишемгири приводит к тому что после Д5 черные начинают мощную контрагру в центре ситуация резко меняется ход Д5 стал возможен поскольку белый конь ушел с поля Ц3 и у черных появляется проходная в центре а белые не могут свои проходные на ферзиом фланге быстро надвинуть и что-то такое создать с помощью там Б4 и А4 ну и вообще пешки теряются каких-то таких вариантов кроме того времени много требуется а пешка Д пойдет очень быстро и белые как-то прижаты к канатам стало это чувствоваться когда у черных сыграли Д5 а позиция в центре вскрылась ладья Е2 Д4 пешка пошла вперед как мы предсказывали слон Б4 ферзь Д7 слон бьет Ф8 ладья бьет Ф8 король Ж2 Ф6 сыграл здесь Ян Непумыч и мог бы стоило сыграть ладья Е6 вопрос сложный ход Ф6 ну снова так сказать обостряет ситуацию на доске хотя лучше по-прежнему у черных и заметно лучше и наверное практически к точке зрения Ф6 совершенно верное решение не надо довольствоваться малым надо сохранять как можно больше фигур я смотрю сейчас на позицию так вот уже не затуманенным компьютерами взглядом и понимаю что Ф6 наверное правильное совершенно решение Яна ферзь Е4 ну можно было сыграть ФЖ можно было сыграть ФЖ ФЖ атакованная пешка на Х7 ХЖ извиняюсь ладья Ж6 теперь белый король тоже в опасности ладья Б5 угроза нужно играть ладья Ж3 ферзь Ф7 нельзя брать на Д4 теперь по причине ладья Д6 и после отступления ферзя потеряется конь на Д1 много очень тактики очень много вещей которые можно подземнуть имея очень мало времени очень немного времени а в случае хода ферзь Ф3 можно разменяться разменяться и перейти вот в такой Эншпиль в котором немножко лучше у черных но наверное все таки это ничья то есть пешка Д опаснее белых белые пешки не идут вперед хотя с другой стороны две связанные все таки проходные это на нервы действует чтобы не обменять ферзей не упрощать ситуацию сыграл Ян не помнящий Ф5 Ф6 и сохранил сложный характер борьбы ферзь Д3 наверное берем стоило сыграть ферзь Ф3 поступил по другому Аниш Гири ученые здесь лучше они играют Ф4 оказывается что белый король в целом ряде вариантов опасности стоит согнать ферзя уже какие-то идеи будут связаны с Ф3 идея ферзи Ф4 при отсутствии ферзя на Ф3 возникнет пренеприятнейшее белые могли сыграть Б3 и более-менее консолидироваться отдать пешку вот таким образом вторгнуться на Е7 атаковую черного ферзя избивая его сильные позиции а заодно меняя важнейшие фигуры ладьи теперь уже от атаки черных почти ничего не осталось но у белых есть в вариантах такого рода возможность отступить назад идея перевода на Д3 коня пешка на Д4 скорее слабость чем сила то есть наверное похуже у белых но не давно но Б4 сыграл более активный ход с той же целью сделал Ани Шгири при котором он не атакует коня и позволяет черным нанести удар кунь Е3 очень смелое решение надо отдать должное очень интересное решение взятие взятие и что дальше ну можно было сыграть Ферзь Ж3 у белых хуже ладья С1 атакуя коня белый король в опасности скажем ладья Е1 ладья Е8 Ферзь Ф3 примерный вариант Ферзь Е6 хотя чистые лишние фигуры у белых и по таким формальным параметрам у них может быть совсем даже неплохо но позиционная компенсация и надо отдать должное Яну который вот так смело все это протрактовал интуитивно пожертвовал фигуру и пошел на позицию без чистой лишней фигуры но с мощнейшей с доминацией чем у нас переезд некоторые не выиграно но переезд Ферзь Е4 сыграл Ани Шгири получил ладья Е6 и ничего страшного с белыми не случилось бы если бы белый ферзь отступил поаккуратнее хотя может быть знаете может быть зря я так говорю куда поаккуратнее там Д3 идея появляется можно ли скажем сыграть Ферзь Ж4 вот как-то я сказал все это что за это будет за это будет ход Х5 вот такая интересная штука теперь если Ферзь бьет Х5 то Ферзь Д5 шаг с переходом решающую атаку а если ЖН тогда Ферзь С6 шаг и по шестому ряду радиа с темпом переходит на поле Ж6 и черный развивает решающую атаку не будем замачивать еще две связанные проходные в центре наверное Ферзь Д3 переход правильный все-таки знаете как-то я начал вот так критиковать теперь надо было сыграть Ферзь Б7 надо было сыграть Ферзь Б7 на отступление короля Ферзь Ф7 зачем Ферзь Б7 чтобы можно вернуться было на Ф7 и создать угрозу вторжения и после отступления короля Ферзь Ф1 с помощью такого челночного маёвра ладья Е3 видим единственная попытка защититься и перевести упростить позицию но Эншпиль проигранный для белых вот этот у них две пешки за качество на него теряются довольно быстро а ладья против коня 2 на 2 на одном фланге это плохо для защищающей стороны например конь Ж2 ладья А6 дальше ладья бьёт А3 пешку Б не удержать то есть позиция легко выигрышная технически выигрышная для чёрных после Ферзь Б7 хода сильнейшего со стороны Яна не помню почему он сделал ход Ферзь С6 шаг что вроде бы естественнее Ферзь поближе находится как-то чем Ферзь Б7 но если вы имеете ввиду перевод Ферзь Ф7 конечно надо было играть Ферзь Ф7 тут же что ладья Е4 с угрозой ладья Ж4 конь бьёт Е3 белые играют ДЕ и теперь ход ладья Аш бьёт Е3 приводил к тому что выиграть эту позицию чёрные не могли лучший ход то есть не могли форсированно не могли чётко форсированно усилить положение лучший ход ладья бьёт А4 тогда ладья Аш3 и белые как-то держатся там всякие можно шахи давать С1 тогда король Аш2 можно ладья Ж4 тогда вот так вот король Аш2 и вроде бы опять же я доверяю здесь только ну кому ещё можно довериться тем более когда времени на тщательный анализ не так уж много доверяюсь нашим электронным друзьям которые говорят что ход ладья Аш Е3 давал большие шансы на спасение а ход ладья Тарай или ладья Ебьёт Е3 сделанный Ани Шемгири несравнимо хуже потому что здесь после Ферзь С1 ну белые гибнут практически форсировано в случае хода король Аш2 последовало бы ладья Е2 шах и мат на Ж1 это понятно следовательно нужно королём идти на Ж2 как поступила Ани Шемгири теперь ладья Т4 вот на этом великолепном ударе тактическом комбинационном нанесённом пьяном непомощи и строится зиждится его замысел теперь что? если взять эту ладью тогда шах если король Ж3 тогда шах это мат просто мат в один ход если сыграть здесь король Аш2 тогда мат будет дан в два хода в один ход не получается но в два хода как угодно и ладья Ж2 и ферзь Ж1 и ферзь Ж2 вот такой мат но если наконец здесь сыграть это по поводу хода ферзь бьёт Д4 если сыграть ферзь Е2 тогда ладья Д2 просто выигрывается ферзь и чёрные легко выигрывают с ферзём за ладью если ферзь Б3 шах король отступает и белые беззащитные против прямой атаки может конечно как-то так вот поукрепляться по защищаться но ничего не получается в смысле спасения причём в некоторых вариантах очень элегантно чёрные выигрывают партию ладья H2 с угрозой мата на H4 если ладья H3 то шах если теперь король H5 тогда что давайте прикинем как здесь можно проще всё выиграть проще всё выиграть в следующем ладья H3 ладья H3 дать шах с поля Е2 на F3 защищаться нельзя и всё а нужно защищаться на F3 королю белому некуда деться если сыграть ладья G3 тогда ладья H4 взятие теперь ладья F4 король вперёд идти нельзя то есть нельзя играть ладья G4 за мат в один ход ферзь Б4 а в случае король H5 вперёд идти тоже нельзя из-за такого вот мата ну и наконец ручьи хода ладья Е3 который встретился в партии ферзь Е4 и сдался в этой позиции а не жгири так как после единственного возможного по кодексу хода отступления вот такого следует следующий год его шах вот человеку не так легко заметить как здесь матуют чёрные а вот задание чёрные начинают и дают мат в один ход ферзь F5 это полумера ничего не дающая а H5 это мат король атакован взять на проходе невозможно потому что король откроется короче говоря вот блистательно другого слова я не найду по спортивному блистательно ну в творчественном плане блистательно выиграл Ян Непомнящий эту партию и казалось что в общем всё движется к такому вот естественному скажем так с позволения сказать исходу то есть полтора на пол очка в пользу Яна Непомнящего ещё немножко ещё чуть-чуть ещё он выиграет следующую партию и матч закончится точно так же как было понятно что заканчивается при счёте 2-0 в пользу Магнуса Карсона его поединок против Петра Свидера очередной поединок Ян Непомнящий белыми на этот раз и Аниш Гири чёрными поединок который вполне мог оказаться последним если бы Ян Непомнящий имея белые фигуры одержал в нём победу и так Е4 сыграл Непомнящий С5 ну Аниш Гири тоже хочет как-то вот сыграть на перехват слон Б5 шаг Ян Непомнящий судя по всему не очень-то желает рисковать не желает рисковать вообще отступает Ферс владя Ц8 рокировка Х6 владя Д1 КНФ6 Х3 слон Е7 то есть вот трактуя таким образом позицию понятно что Ян Непомнящий хочет как И в параллельном матче это делал Магнус Карсон исключить риск правда эта партия при ничейном исходе оказалась бы не последней 2-1 был бы счёт в пользу Яна Непомнящего и ещё одна как минимум партия чёрными а тут вот так вот всё КНФ1 слон Е6 вперёд Ферс С5 Ферс Е2 ну можно было сыграть А5 зафиксировать всё может быть это было лучше Ферс Е2 играет Ян Непомнящий слон Д8 теперь уже у чёрных хорошая игра они стояли чуточку хуже по дороге а тут ну примерное равенство Ферс Е3 теперь Б5 дозволено чёрным сыграть опять же это не решает все проблемы чёрных и у Беров после КНФ5 наверное была позиция получше хотя не хочется рисковать уладить коня в сторону снимать защиту с пешки С2 с Е3 конь защищал пешку стоящую на С2 и позволять сопернику взять-взять ну и нанести удар Б4 вот Б4 напрашивается ну тогда можно сыграть Солон Е3 Ферс отступает сыграть КНД5 и оказывается что например бить ну как например бить бить не С2 нельзя потому что ладья С1 и после отступления Ферзя подвисает ладья С8 причём важно не взять её не ладьёй и за Ферзь бьёт Д1 а Ферзю можно и Ферзю взять лишний ладья у Бера вот а после КНД5 в этом варианте в случае КНД5 взять и ладья Д5 слон Е7 но если взять не С2 то ладья С1 здесь не так всё однозначно то есть можно отдать Ферзя за ладью и слоня и будет ещё пешка у чёрных но у Бера всё-таки лучше потому что пешка Д6 слаба и переставить слона вот в один присест на поле С5 чёрные не могут у Бера всё-таки получше хотя может быть позиция ближе к равенству вот а в случае хода С1 ладья С1 ну начинается такая игра ну по большому счёту белая и без риска и чёрная тоже нормальная у них структура сицилианская С1 с лёгкой руки Фишера перестал считаться плохим поскольку по лидни С1 у чёрных контр-игра и непонятно чем этот слон который готов при необходимости в случае наличия возможности перебросить быть переброшенным на диагональ А7 Ж1 так вот чем этот слон такой проходит он защищает свою пешку и по лидни С обеспечивает возможность давления чёрным фигур то есть конь Е5 оставляла позицию примерно равной а ход конь Е2 оптимистичный сделанный Яном Непомнящим всё-таки это немножко не туда ход Ж7 Ж6 предвосхищая возможности вторжения какие-то и хотя этим ходом чёрные ослабляют пешку А6 но ничего для них страшного не происходит конь Ж3 играет Ян Непомнящий и с точки зрения проведения каких-то планов это логично ладья перебрасывается или на поле Д3 или может быть в каких-то вариантах и на поле Ж3 вот отдадут на Ф5 белые фигуры скажем шаг, 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 шаг слон бьёт Ф5 ферд бьёт Ф5 потом ладья Ж3 шаг и страшно чёрным станет там близко к мату ну как играть чёрную Б4 смело играет Ани Жгири мог сыграть слон Е7 спокойно Б4 теперь план связанный с жертвой на Ф5 не проходит потому что ладья подвисает не успевает белые перебросить никуда ладья Д3 пока что тоже логичный атакованная пешка слон Е7 и видим всё равно жертвы на Ф5 ну не совсем состоятельны Б2, Б3 спокойно играет Ян Непомнящий понять его можно ладья Аш8 всё-таки обезопасивает своего короля загодя пешку Аши защищает Ани Жгири никакие угрозы теперь типа идеи связанные с ударом на Ф5 не годятся там король побежит на Ф8 слон Б2 слон выходит на другую диагональ поскольку на диагонали Ц1, Х6 ему уже ничего не светит Х5 оказывается вот в чём ещё план Ани Жгири он Х4 подумает сыграть Конь Ф1 загодя Ферзь Ц6 Конь Д2 ладья возвращается скоро белые отказались уже это видно от каких-то от любых планов атаки на чёрного короля Конь Ц4 слон бьёт Ц4 взятие на Ц4 Конь ГТ4 вот понимаете вот ключевой момент я вот так проскочил очень бегло у белых здесь похуже они могли сыграть Ц4 с идеей Конь Д5 после Ц4 или в случае Ц4 чёрным пришлось бы взять на проходе вот так вот взять на проходе и возникла вот такая позиция ну понятно что у белых здесь чуточку хуже у чёрных два слона пешка Б не сила а слабость скажем там ладья А8 готовятся какие-то переводы получше у чёрных а ход Конь Ц4 очень ответственный возможно что Ян в чём-то просчитался взять на Ц4 ну Конь БЦ4 ради этого белые собственно это всё и делали если бы белые если бы чёрные взяли бы оставленную без защиты пешку на Е4 ферзём то ничего бы не получилось просто Конь бьёт Д6 ну взять на Ф3 взяли пешкой взять НЦ2 вот я думаю это на Е5 висит вообще пешка Е5 она слаба у чёрных очень важная пешка а выручить её трудно ну ладья бьёт Ц2 Солом бьёт Е5 у белых нет проблем то есть уже стоит вопрос так ну можно бить на Е4 не ферзём а конём и именно этот ход это делает Аниш Гири причём после не слишком продолжительного раздумия и в этой партии у Аниш Гири был неплохой запас времени в отличие от предыдущего поединка и целого ряда других то есть он не испытывал острого цветнота ни в один момент ферзь Е3 вот так играет Ян Непомыч делает ставку он долгосрочный плюс оппозиции можно было бы пытаться сыграть Д5 сделать очень парадоксальный ход используя то что бить на Е5 слоном нельзя из Ф6 две белые фигуры под ударом одна из них гибнет компенсация не получается не получают белые а после конь бьёт Е5 что гораздо естественнее ферзь бьёт С2 и хороших полей для отступления отскоков у коня особо-то и нет если отступить же слоном тогда слон Ф6 и вообще всё вся атака белых зайдёт в тупик поэтому надо играть конь С6 пытаться поддать коня отдать шаг чёрному крадю слоном слон уничтожается но уничтожается и чёрный слон на Е7 у белых вроде бы инициатива у них сегодняшний хватает одной пешки но ладья С2 следует ладья бьёт Д5 ладья Е2 атакован в ферзь теперь если взять не Д8 то вот эта позиция к явной выгоде чёрных они забирают пешку на Е3 у них атака на белого кроля а белые не успевают никакой атаки провести на чёрного кроля а может дать шаг теперь чёрный король на шаг идёт не на Е6 и за конь Д5 шаг вилка а на H6 наверное убегает а атака на белого кроля сохраняется ну а в случае хода не ладья бьёт Д8 а ферзь Д4 меняемся вот так вот ну что это такое всё-таки это конечно ближе вроде бы как к ничье а может и нет если ладья бьёт Б4 то промежутки чёрные берут на H3 берут на Е7 и 3 против 1 на фланге позволяют чёрным образовать две связанные проходные наверное от позиции чёрных выигрышные объективно а в случае хода конь Д5 конь Е4 конь Ф4 конь Ж3 вот чёрные с помощью такого трюка могут не потерять материал ладья бьёт Б4 ладья Д2 H4 ну всё-таки это наверное ничья наверное это ничья в белых проблема есть пешка на H4 висит конь уйдёт конь Е3 будет пешка на G2 слаба хуже у белых но ничья то есть Д5 наверное поэтому не хотелось делать ход Ани Шугири он наступил на поле Ф6 ФЕ1 ФСС5 король H1 хуже у белых но видимо не смертельно всё же король отступает и здесь белым стоило сыграть спокойно Ф2 Ф3 просто перегруппировываясь материала на доске не по ровну у чёрных лишние пешка но пешки и на Б4 и на Д6 слабенькие перегруппироваться идти вперёд чёрным трудно белая же готова подтянуть ну не знаю видите какие-то слова общие говорю просто трудно чёрным здесь усилиться вот а был сделан ход Ф4 то есть психологически понятно что имея на пешку меньше и имея более активные фигуры конечно Яну хотелось вскрыть игру оживить слона стоящего на Б2 ведь конь пока что на С4 стоит устойчиво ладьи стоят прекрасно падение Д ферзь на Е1 теперь проявляет активность он на Е5 давит и куда-то выпрыгнуть может такого первого впечатления ну простое взятие слон бьёт Ф6 собственно то что делал ставку Ян не помню ладья Д5 ещё один активный ход ферзь отступает и ферзь Е4 то есть у белых блокада пешка на Ф4 слаба слон Е5 вроде не идёт законбит Е5 и подвисает ладья на Д8 это просто зебок фигуры надо играть ферзь Ф2 ладья Д2 и Д5 вот собственно вот этот момент конечно же как-то укрылся от внимания Яна не помню после ферзи Е3 тоже чёрные стали лучше но здесь ситуация сложная неоднозначная у белых неплохие шансы не проиграть а после Д5 это начало конца вот зевну вот этот контрудар этот тычок сильнейший прекрасный со стороны соперника Ян не помню ну взятие 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 НД8 слон бьёт Д8 милла Д9 Ф4 и Ф5 и у чёрных преимущество слона над конём плюс 4 на 2 на королевском фланге потенциально это связанные проходные а пешка Б4 нейтрализует любые попытки убивает попытки белых проявить активность на фланге ну можно отступить назад всё-таки Ж4 здесь можно было играть может-то можно только нельзя потому что в случае этого хода чёрные образуют две связанные проходные естественным путём атакуют белое ладьё а затем играют Ф4 то есть это явно не то для белых а после ладья Ф1 ну слон Ж7 ладья Х1 слон Ж3 теперь белый король ещё в опасном положении чёрные пешки пошли вперёд то есть это в общем несложная реализация решающего преимущества со стороны Ани Шедили вот такие ходы были сделаны вперёд конь Е3 ладья С3 можно говорить о том что Ани Шедилиз не идеальным образом реализовывал своё решающее преимущество но он действовал максимально надёжно чтобы не упустить ни в один момент выигрыш который вот близок вот он тут вперёд конь Ф5 не помогает с король С3 возьмёте наш 4 возьмёте на Ф2 потеряете обе пешки на С2 и Б3 и проиграете форсированно конь Д1 не пуская короля на Д3 но это уже так сказать отчаяние какое-то то есть понятно что ничего исправить нельзя конь бьёт Ф2 король бьёт С2 слон Е7 защищает пешку Х4 можно и жажь было сыграть это тоже выигрывало я хотел сказать что белые дадут коня за пешку Б и сделают ничью на самом деле невозможно отдать коня даже в такой редакции за пешку Б потому что чёрные вырезают его с помощью слона и короля не допускают до взятия на Б4 ну Ж4 ход сделанный Ани Шемгерин конечно чечище техничнее взятие король С2 белая пешка нет чёрная пешка идёт вперёд но здесь сдался Ян непомнящий поскольку воспрепятствовать прохождению этой пешки ферзи невозможно ну вот ситуация матча выровнялась счёт стал полтора на полтора и начиналась при этом счёте четвёртая партия основной части матча в которой белые фигуры принадлежали Ани Шугери уже на этот раз и интересно было понять как решит в столь сложной ситуации трактовать разыгрывать дебют Ян вот то что Аниш уклонился от повторения пройденного того что принесло Яну спортивный успех накануне то есть острейшие позиции защиты Грюнфельда пошёл на них пошёл на них Аниш Шугери в этом заключительном поединке основной части мини матча второго сета и вот мы знаем что здесь Б5 применял ход Ян непомнящий Аниш Шугери как тогда взял ладья Ц8 срон Б4 всё это мы проходили Ферзь С7 не Ферзь Б6 столкнулся с большими трудностями после ухода Ферзь Б6 в первый раз Ян применив это начало а после ухода Ферзь С7 проблем у него не было Конь Д4 теперь А5 отступление Б4 слон отступает и Ферзь Б6 то есть игра обретает чуточку другой характер пока что всё это повторение дня предыдущего здесь тогда играл Ф4 сыграл Аниш Гири и получил неплохую позицию сложную позицию но не преуспел даже проиграл а тут Конь Ц6 Конь Ц6 делает ход Аниш Гири безусловно он им проанализирован этот ход был наши друзья говорят что ничего существенного у белых нет но лишняя пешка у белых есть и это ну кое-чего-то стоит слон Б2 размен размен теперь не очень играется идёт Ф3 но на И7 пока что висит не будет забывать об этом ладья бьёт Ц6 полувынужденная жертва качества с помощью неё Ян консолидирует позицию всё-таки Конь Ц6 если он живой расположен очень активно а тут коня нет у чёрных великолепная блокада но нет качества и вот так сходу понять оценить правильно эту ситуацию что сюда можно идти чёрными не так уж легко хотя с другой стороны мы видели с какой смелостью Ян во второй партии то есть когда он предыдущий раз играл чёрными уклонился от повторения ходов в объективно худшей позиции без пешки и выиграл эту партию но почему бы не попытаться повторить этот самый спортивный путь то есть если Ферзь Ц7 тогда Ф3 если слон Е6 тогда 0-0 ладья Б8 Ф4 понятно что качество есть компенсация есть но видимо не полная а Ян решает не Ферзь Ц7 сыграть а взять таки эту пешку на Е4 почему бы её не взять если это не проигрывает не имеет тактического проезжения Ферзь Д4 ну может возникнуть вопрос а почему не Ф2 и Ф3 белый король страшно оголяется и проще всего видимо Конь Ц3 и если взять слона тогда вы получите вообще Ферзь Б2 даже получите даже не Ферзь Е6 Ферзь Б2 с угрозой взятия на Ш1 и матаной Е2 то есть так играть нельзя Ф3 плохо Ферзь Д4 было сыграно слон Ф5 слон бьёт Е4 затем Ф3 белые имеют чисто и лишние качества но оказывается что чёрных неплохая компенсация за это всё дело они надвигают пешку А может быть белым стоит сыграть Ферзь Е3 вопрос непростой на нюансах всё держится всё крутится то есть чёрные надвинут свои пешки если поддержат их слоном то белым придётся отдать качество как минимум за слона и пешку где-то слабости у них возникнут а на фланге 4 на 3 у чёрных то есть будет мёртвая ничья вообще-то я забыл о том напомнить вам что за качество у чёрных пешка компенсация неплохая ладья Е1 сыграл здесь они жгели после чего видимо преимущества совсем нет взятие-взятие ладья Е2 Ферзь С7 С5 белые предупреживают свой козырь у них тоже есть проходная но чёрная проходная выглядит гораздо более опасной тем более или в связи с тем что чёрные поддерживают её в той или иной степени слоном слон С2 чёрные могут всегда сыграть кстати вот здесь они играют слон С2 перекрывают кислород белым если белые ничего не предпримут то они потеряют пешку С и будет лучше у чёрных поэтому надо возвращать качество ну и позиции в общем-то равные позиции равные я даже может быть не буду вам её до конца развития этой партии показывать ничего такого интересного здесь не случилось отмечу что маневрированы маневрированные соперники и согласились на ничью тем самым переведя игру в режим не Армагеддона а тайбрейка дело в том что если в круговом отборочном турнире при счёте 2-2 в мини-матчах 2-2 после 4 быстрых партий назначался Армагеддон сразу 5 на 4 5 в белом 4 в чёрном белые при ничьей вылетают проигрывают чёрным нужно ничью но 4 минуты против 5 всё-таки чёрными не так легко а тут цвет поменялся Ян не помнящий имел белые фигуры и хотя вот в этом матче и в первой где него второй преимущество было на стороне чёрных чёрных просто вели в счёте всё-таки белый цвет есть белый цвет и в целом ряде матчей других в других турнирах Ян преуспевал белыми фигурами ставил соперника перед соперником проблемы и давайте посмотрим в какой степени ему в этой первой партии всего две партии если не будет 1 на 1 то после двух партий близ партии всё заканчивается и контроль без партии 5 минут с добавлением 3 секунд после каждого сделанного ухода белыми в первой партии играл Ян не помню что сделал уход Е4 С5 Конь Ф3 Д6 ну вроде бы ничего нового хотя ну кое-что новое есть это социальная защита восполнение Ани Шагири А7 А6 И вот здесь Ян ошеломил своего соперника оригинальным решением можно играть H3 можно играть С1 Е2 можно играть С1 Е3 можно играть С1 С4 можно играть С1 G5 даже H3 можно играть а вот ход Владиа Ж1 ну почти не встречался я думаю что встречался всё современная шахмата встречалась но Владиа Ж1 ход экзотический идея в чём состоишь если чёрные будут играть спокойно например Е6 то белые сразу сделают ход Ж4 и поручат вот свою разную атаку Кереса причём ход Владиа Ж1 к белым полезен белые ничего не потеряли в смысле темпов Владиа Ж1 ход полезен Е5 здесь явное не то Конь Е5 в случае Ж6 можно отступить конём на Е3 то есть ничего чёрные не выигрывают не добьются а иначе следующий ход Ж5 и белые приступают к проведению своих основных планов Е5 наверное тоже не хотелось играть здесь Аниш и гири хотя ход засоруживает внимание немедленно Е5 а сыграл Б5 Аниш и гири чтобы сразу завязать напряжение на ферзьевом фланге и словно бы лишить основного так сказать смысла ход Владиа Ж1 ну А4 теперь играет ядной помощи Конь Д5 Конь Е4 может быть надо было сыграть если пешку отдают оставляют под ударом центральную то взять её очень хочется и рассмотреть эту возможность надо ну Ферзь Е2 вроде как главное продолжение вот я смотрю так а может и Ферзь Ф3 стоит рассмотреть что здесь тогда будет тогда чёрные могут спокойно относительно сыграть Конь Ц5 позволить сопернику взять на А8 ладью с помощью удара Конь Ф6 или Конь Ц7 но там белый ферзь попадает в беду у чёрных мощнейшая контр-игра и сюда идти белым не надо Ферзь Е2 вроде как естественный ход теперь в случае хода Конь Ф6 у белых компенсация вот такой позиции очень экзотическая необычная позиция объективно я не уверен что у белых полная компенсация но если вы готовы идти сюда если вы это смотрели анализировали а соперник наверняка почти не смотрел и не анализировал или почти или совсем не смотрел то какой-то смысл в таком подходе в таком решении есть если Конь Ц5 тогда всё равно Ж4 скажем так Срон Ж2 наверное примерно так белые трактуют эту позицию может сыграть Е6 может сыграть А4 не обязательно жертвовать но это не жертва фигура на самом деле пешка Е6 связана бить на Б4 обидно ничего там белые не добьются после этого может пытаться сыграть вот таким вот образом и попытаться использовать преимущество слона над конем хотя здесь понимаете вот заберут белые например пешку на Д6 Ферд С6 и у черных прекрасная компенсация поскольку атаки у белых нет фланг ослаблен Надя на Ж1 стоит конечно лучше чем на Ж1 не под ударом ферзя но ничего белые не добились просто ослабились и обменяли пешки у черных здесь преимущество некоторое но не стал играть конь бить Е4 идти так сказать туда где его ждет соперник Ани Жгири сделал ход Е6 конь бьет Ф6 взять и взять и слон Е3 и очень интересно наблюдать как быстро вот ферзь Д2 еще какой-то интересный не ферзь Д3 тогда в вариантах связанных со слоном Бить Е4 после предварительного например ферзь Е5 темп черный выигрывает а тут слон Е4 вроде сыграть надо теперь Ф3 и как бы черные не играли и слон Д5 тогда все равно дневная рокировка там скажем конь С6 король Б1 просто в вариантах такого типа у берых хроническое преимущество не преимущество давления пешку они отыгрывают слон Б7 отступил сюда Ани Жгири оставляя пешку Б4 под ударом ее ферзь берет материальное равенство на доске ферзь проникает на хорошую позицию и ничего по большому счету несмотря на такие достижения у берых нет но характер борьбы немножко не тот который ожидал Ани Жгири слон Е7 наверное чем им стоило сыграть они сыграли ферзь С8 для чего чтобы конь Д7 чтобы развить коня в начале перегруппироваться самым естественным образом у черного будет просто лучше но конь Б3 пока что конь С6 но не знаю почему не конь Д7 давайте прикинем попытаемся понять что было бы с ручей хода слон Д7 но видим просто ферзь Д4 и черные скованы тем что нельзя вывести слона пешка на Ж7 подвисает а увести дальше коня на Ф6 или на Е5 и затем решать проблему развития ну вроде как долго это блиц еще кроме того поэтому конь С6 сыграла вопреки первоначальному намерению связанному с лодом ферзь С8 Аниш Гири на Д4 белого ферзя не пускают но теперь слон Д4 такой странный ход можно было конечно забрать на Д4 тогда ферзь бьет Д4 все равно сразу черные проблемы развития не решают и видимо это остановило Аниш Гири на доске материальное равенство у черного преимущества у слонов но воспользоваться им крайне затруднительно Е5 сыграл очень смело и может быть неоправданно рискованно Аниш Гири слон С3 слон Е7 слон Д3 рокировка слон Е4 ладья Б8 ну кажется что черные консолидировались но стоят-то они скованно пассивно а белые фигуры стоящие конь на Б3 и слон С3 все-таки закрывают своего короля от прямой атаки а слон на Е4 просто очень активная фигура король Б1 спокойный ход черным нужно было сыграть А5 но они вместо этого сыграли слон А8 атаковали белого ферзя решив сразу же оживить свои силы включить их в игру но Ф4 и здесь у белых уже преимущество вот как-то так вот Ф5 еще один ход неоднозначный вот стоило белым так играть или нет ну можно сказать однозначно что не стоило неправильное решение Ф5 а правильным решением был ход ферзь Д3 атакующий пешку А7 причем это не просто угроза взять пешку но слон бьет А7 король А8 ферзь А3 белый сразу выиграет партию если дать им возможность ударить на А7 слоном шахом а кроме того на Д6 висит пешка здесь у белых преимуществ но блиц есть блиц это блиц зачем А6 сыграла не жгири но сыграла теперь ферзь Ф2 и оказывается что у белых инициатива весьма такая грозная серьезная вот-вот даже не инициатива а атака на фланге нужно было сыграть здесь А5 подблокироваться обеспечить себе поле Б4 для коня а конь Д4 но это блицовое решение неверное решение взятие на А8 конь бьет Б3 ЦБ ладья бьет А8 слот Б4 давала белым простое преимущество за счет атаки пешки Д6 последовала ферзь Д5 другая атака теперь ход ладья АБ8 позволял черным получить шансы на спасение скажем так на Б3 висит на Д6 можно взять что выглядит довольно естественным тогда ферзь Б7 висит по-прежнему на Б2 ферзь черных оживает какая-то начинается контр-игра у белых лучше ход Е4 это явно не то этот ход сделал Ани Шгири слон бьет Ф6 ферзь бьет Ф6 и теперь ладья ЖЕ1 меняя направление игры давала белым преимущество близко к решающему ладья С5 играть нельзя потому что он висит ладья на А8 здесь ладья АБ8 взять и на Е4 белые доминируют по центру здесь уже игра идет именно в игру по центру а не в атаку на короля черных на королевском фланге ну было сыграно ферзь Б2 и Е4 здесь не так все просто все равно у белых преимущество блицовая игра времени мало у Яна не помню еще времени как всегда больше тем более блицы ну и вот то что вы видите это уже так сказать вот это блицевое творчество ладья С5 нужно было играть ладья АЕ8 после хода ладья С5 сразу выигрывал ферзь А8 такой шаг естественный с последующим ладья Д8 с угрозой мата правда ну как сразу выигрывала вот кажется что совсем мат но ладья Б2F5 из-за этого Ян сюда не пошел и не обладая тактическим даром наших электронных помощников здесь конечно невозможно утверждать и тем более найти практической ситуации форсированный выигрыш он есть в белых вот такой шаг шаг и шаг связка очень сильная связка очень сильный удар почему? связывается ладья одна связывается ладья вторая бить на Ж3 нельзя потеряется ферзь на H4 если сыграть H5 здесь тогда будет сыграно ладья бьет H5 еще один оригинальнейший удар вышибающий опору из-под ладьи одной стоящая на поле Ж4 и из-под второй фактически которая стоит на Ф5 и связана ну надо брать ферзь бьет H5 если король H5 то ферзь бьет F5 тут же ладья бьет G4 если король H7 тогда ладья H4 выигрывает ферзя если король F6 тогда несложный маневр тоже сильнейший ход ладья H4 может тоже был сыграть если выигрывает на ладья E5 поменяться и выигранный этот пешечный ашпиль лучше сдать мат после ладья D4 белые решающую матовую атаку имеют а в случае хода король G5 ладья H7 атакованный пешка на G7 G6 ферзь Е3 король F6 ферзь C3 если теперь король G5 тогда ферзь D2 и затем белые вот таким кружным маневром добираются до черного короля и матуют его встают в засаду и черные безнадежно совсем плохо а если играть в ладья E5 тогда ферзь C7 атакуя пешку F7 черные не могут провести никакой контратаки могут дать только один шаг скажем взятие на G3 теперь ладья бьет F7 ну и в главном варианте все вот кончается таким образом после взятия на E1 и на ферзь бьет H2 ферзь Е6 шаг ферзь Е5 G5 ладья F6 вот смотрите я так быстро-быстро воспроизвожу все это и чем мы отличаемся от компьютеров конечно человек это посчитать не может я думаю что при домашнем анализе если партия была отложена в те давние времена когда они откладывались до всего этого можно было допереть а для компьютеров современных это несколько секунд и вот оценить скажем что здесь совсем безнадежно у черных понятно что у них плохо скорее всего у белых надежно укрытый король у белых лишняя пешка что несущественно существенно то что король плохой например там ладья H3 ферзь Е6 и белые легко выигрывают ну выигрывают белые легко и форсировано после хода ферзь А8 и то обстоятельство что не сыграл ферзь А8 Ян я бы сказал легко выигрывало не легко но выигрывало форсировано а вместо этого хода он сделал ход король А2 ну вполне естественно объяснимо тем более это Бритц взятие взятие ферзь А6 ну ферзь А6 плохой король А7 упорный ладья Д8 опять же немножко обидно взятие на Ж7 бить на А6 нельзя поскольку Ж8 будет ферзь мат поэтому ферзь на А6 неуязвим но можно взять на Ж7 ферзь А8 угрожает ладья Ж8 белый король надежно прикрыт теперь ферзь Ж2 король ферзь Ж6 ферзь Д2 здесь уже у белых преимущество не так сказать решающее не такая простая позиция потому что прямой такой навал прямой штурм позиции короля черных не проходит не идет но с другой стороны играть при дефиците времени очень трудно времени было у Ани Шегири меньше и Ян Непомничий можно было сыграть на А5 взять но тут можно не выиграть ферзьевой а все-таки у черных сильная проходная полиняш а после хода Ферзь С8 белые продолжают атаковать безусловно правильное решение лучший ход здесь король А7 после чего сразу белые не мотуют а вот после хода А4 сделанного Ани Шегири мотуют форсированно то есть выигрывают форсированно шаг-шаг так продолжается эта партия король А6 шаг король Д6 теперь ферзь Д1 шаг нужно играть ладья Д5 теперь ферзь Е2 с угрозой ферзь А6 король наступает теперь ладья А8 с угрозой атаки с фланга ферзь С4 ферзь Д4 ну ферзь С8 выигрывала сразу вот таким вот образом но опять же это блиц поэтому было сыграно ферзь А6 король Д7 ферзь А6 заходя с другого фланга шаг шаг нет не шаг ладья А5 белые выиграли пешку важная пешка кстати ферзь Ж8 ну и в конце концов все сверлось к тому что белые выиграли еще немножечко материала теперь уже им вообще ничего не страшно шаг можно было сдать партию наверное в этот момент но блиц есть блиц хочется использовать последний шанс ну в общем ферзь С3 король Б7 ладья Ц4 шаг ладья Ц5 ну и после хода ладья Ц8 Аниш Гири признал себя побежденным поскольку он форсированно получает такому вот варианте мат ну после всех перипетий после всех драматизма борьбы выиграв первую блеспартию правда белыми фигурами казалось что Ян Никомичи обеспечил себе великолепные шансы на успех на успех на то чтобы завершить матч уже сегодня и кроме всего прочего выйдя в финал против Магнуса Карсена фактически гарантировать и попадание в финал который начался 9 числа финал всего Гранд Честура а Магнус Карсон Честура то есть турнир в турнире в котором будут принимать участие всего 4 шахматиста вначале сыграют полуфинал а потом финал и призовой фонд на этом турнире целых 300 тысяч долларов что очень немало благодаря усилиям Магнуса Карсена удалось обеспечить такие фантастические условия ну вот для этого нужно было Яну не помню чего не проиграть черным светом вторую блиц партию что из этого получилось как развялась борьба Аниш Гири имел белые фигуры конь f3 сыграл придает он игре спокойный характер по возможности маневренный он знает что при такой борьбе он и времени тратит поменьше и есть шанс вынудить где-то ошибку Яна все таки Аниш очень хорош в маневренной позиционной игре он делает ход ферзь b3 e6 логичное возражение конь e4 можно ли сыграть f5 в нагло это не решает всех проблем все равно у черных остаются некоторые нерешенные проблемы если белые сыграют h4 начнут как-то так ну объективно этот план видимо не столь хорош скажу сразу я пытаюсь просто понять что было после f5 видимо f5 оптимальное возражение со стороны черных можно и конься 7 было сыграно b6 теперь у белых после d4 есть возможность завязать напряжение в центре и с учетом спортивной ситуации в матче что черным нужно отыгрываться во что бы ни стало не черным белым отыгрываться анишу гири в общем он кое-чего добился ходом d4 cd теперь рокировка ну слон g7 можно было сыграть слон b7 неудачное решение надо было все-таки уводить короля поскорее обеспечить ему рокировку а после слон b7 белые играют ладья d1 начинаются какие-то напряжометры по линии d слон g7 теперь слон g5 ферзь d7 было правильное решение со стороны я на не помню чего правда после этого белые могли бы сыграть ферзь a3 с угрозой конь d6 черные имели возможность конь b4 вот это правильное решение а слон f8 было не совсем правильное в этом варианте который не встретился в партии салатовый цвет фигур черных полей свидетельствует о том что это действительно боковой вариант и вот здесь после конь d4 у белых получше нельзя брать конь b4 за конь d6 шаг отступление на f8 теряется ферзь почему на f8 потому что слон g5 контролирует поля d8 e7 не позволяя черному королю уйти куда бы то ни было кроме как на поле f8 после чего теряется ферзь а в случае рокировки единственная атернатива разумная ладья c1 теперь взятие на d4 двойную неактуально ферзь просто подвисает на 7 в явном виде все-таки белый ставит получше с давленицем но это устраивает я думаю устроила бы аниша гири но здесь вот в этом варианте который не встретился в партии можно было сыграть конь b4 конь cb4 конь d4 рокировка и у черного все в порядке но так не поступил не сыграл ферзь d7 и он не помнящий продумал некоторое время несмотря на дефицит времени ответил f6 и вот здесь уже после ферзи у белых сильная атака просто очень сильная атака и лучшие шансы при рокировке преимущество белых было незначительное конь b4 например ну подослаблено черное подослабили черное в центре двойной удар под е5 не очень хорош потому что на d5 произойдут неприятные события там конь f6 слон d5 радио беда d5 можно сыграть например вот а после е5 сразу черные вроде бы сохраняют лишнюю пешку но как бы не так конь беда d4 вот подземнул здесь что-то конечно явно я не помнящий может быть даже конь беда d4 недооценил как принято говорить блица такое легко очень сделать недооценить такой удар ладья бьет d4 и оказывается что черные почти разваливаются если сыграть еd взять ладью то шах конь защищен слоном на короле f8 конь бьет b7 так сильнее всего атакован ферзь ну и после отступления ферзя взять nd5 у белых две фигуры за ладью и конь легко уходит плюс атаку у белых там слон d6 идеи какие-то ну выигранные позиции легко если взять не ладью а слона тогда конь c3 просто конь c3 связывая все но если конь бьет c3 то вначале ладья бьет d8 шах а потом уже взятие на c3 а может и взятие на b7 не знаю у белых решающее преимущество а что еще вот скажем блокировка так конь бьет d5 просто доминация по центру можно уйти на h8 ладья d1 взяли на g3 hg ну доминация по центру такая что у белых явное преимущество не знаю решающее или нет но большое если сделать блокировку здесь тогда ладья просто отступит на d3 здесь все не так просто как в предыдущем варианте потому что то же самое белые имеют без темпа король ушел слон бьет d5 взятие взятие скажем fg hg потом белые играют ладья d1 конь d5 очень силен но сказать что у черных плохо нельзя хуже безусловно но неплохо это может быть стоило предпочесть всему остальному именно ретировку но сыграл f5 так азартно оптимистично я не помнящий и получил конь d6 шах в такой редакции ферзь бьет d6 слон бьет d5 ладья неуязвима бить на d4 нельзя подвесит ферзь бить на f4 тоже нельзя ну проще всего слон f7 и взять ферзя поэтому нужно играть слон бьет d5 теперь ладья бьет d5 ферзь отступает можно было сыграть слон d2 но легко выигранная позиция у белых предпочел более такой простой путь наглядный требующий меньшего напряжения анижгири взял на e5 затем дал шах с b5 ферзьеб король отступает взятие на e5 у белых лишняя пешка плюс доминация ну абсолютно выигрышная позиция конечно давайте посмотрим как заканчивается эта партия ничего нехорошего для себя анижгири не сделал но ладья f7 выигрывал быстрее чище но спокойно играет анижгири ферзь b4 у него все-таки лишняя пешка вот-вот появится еще и вторая шах ферзь c7 угрожает ладья бьет d7 ладья дает шах второго шаха от однейшего нет белому кролю нет возможности дать король отступает ладья бьет h7 в две лишние пешки у белых ладья c1 перешли ферзевые не будем считать варианты не будем что-то еще делать перешли ферзевые и просто вот ну можно прекратить в общем показ этой партии давайте этот блиц я все-таки доведу до конца без всяких комментариев потому что все очень просто все понятно и вот в конце уже когда возникла возможность предложить неотвратимый размен ферзей при двух лишних пешках у белых вот здесь после ухода ферзь d4 признался побежденным ян не помощи в случае король h7 следует ферзь d4 размен ферзей в случае король g8 ферзь c4 ну и в случае короля f8 ферзь f6 то есть в результате сенсационно на мой взгляд счет в этом матче сравнялся второй раз сравнялся теперь уже после двух близ партий и пришла очередь настало время для армагеддона и в этом армагеддоне белые фигуры в силу чередования цветов принадлежали яну непомнящему хотя с другой стороны понимаете ну в двух близ партиях белые побеждали очень уверенно в напряженных красивых таких сражениях и почему бы казалось не выиграть еще одну партию яну хотя конечно проиграть вот так вот ну не то что бездарно обидно было обидно яну просто что он проиграл конечно вот эту самую вторую партию при счете плюс один свою пользу но Аниш Гири боец стойкий не теряющий их роднокровия и вот имея черные фигуры и 4 минуты времени без добавления армагеддон проходит 4 против 5 с точки зрения Аниш Гири 5 против 4 с точки зрения Яна Непомничева имеющего белые фигуры и он сделал ход Е4 и сменил пластинку немножко Аниш Гири сыграл Е5 здесь не стал ни до 4 как он ранее поступал неоднократно в партиях против Аниш Гири Яна Непомничева не стал играть ни шотландскую ни слон С4 а предпочел ход слон Б5 ну можно и так можно и отдак испанская партия и очевидное намерение после хода конь ДТ4 сделанного Анишем Гири свести дело к Берлину вот такому вот варианту он не встретился идти на основной Берлин когда соперник этого хочет можно только в том случае если у вас есть очень какие-то глубокие знания глубокие изготовки и так далее решил придать игре другой характер Яна Непомничева ладья Е1 конь Д6 конь Бет Е5 слон Е7 известная позиция коварная для черных не все элементарно слон Ф6 ладья Е1 ладья Е8 взятие на Е8 конь Бет Е8 своего рода Таби Д5 играет Яна Непомничева я помню как он однажды выиграл кажется не близ партию а быструю партию Владимира Крамника в этом начале А4 ну тоже такой стандартный в некотором смысле ход с идеей перевести ладью по третьему ряду через поле А3 белые фигуры на ферзевом фланге конь и слон могут подождать своего развития А5 ладья А3 вот этот план реализуется теперь конь С3 уводить ладью сразу было нельзя пешка на А4 подвисает с другой стороны конь куда-то может прыгнуть дальше на Е4 или на Б5 слон Ж5 предлагая слонами поменяться спасибо слоны применены черным стало легче дышать чуточку лучше у белых плюсец конечно есть и по идее такого рода позиции имеет смысл играть белыми в ситуации Армагеддона то есть времени у вас побольше хотя я не помню еще его тратил с несвойственной ему щедростью изыскал какие-то ресурсы и преимущество времени перестало в какой-то момент ощущаться вот здесь конь Б5 конь идет куда надо ход Б6 уже вынужден белые его вынудили со стороны соперника поэтому после того как черные сыграли Б6 проводить план связанный с Ц6 ДЦ БЦ уже ну не получается пока что конечно подвисала в любом случае пешка на Д6 но черные сделают какие-то ходы и подготовят Ц6 при наличии пешки на Б7 а сейчас пешка стоит на Б6 поэтому Ц6 не смотрится и не идет то есть отфиксирован фланг вроде бы белыми ферзевый фланг черных ферзь Д4 слон Ц5 висит пешка ладья идет на Ц3 сковывает соперника слон Е4 атакован на пешка Д5 слон Ц4 ферзь Д7 и слон Б3 то есть белые проводят четко свой план слон отступил открыл линию Ц для ладья защищает при этом слон пешку стоящую на поле Ц2 а белые могут поднадавить дальше на пешку Ц7 или сдвоиться или как-то еще ну и черным неприятно защищаться причем скажем после Ферзи Ц4 возникает угроза Кони А7 еще кроме Кони Ц7 и вот интересно что отчаянную попытку Ани Жгири предпринимает перейти в контратаку он сразу отдает пешку принимает это решение быстро его принял Ани Жгири быстро отдал пешку на Ц7 но после Ферзи Ж5 оказывается у него мощнейшая контрыгра угрожает мат на поле Ж2 что делать? ну ладья Ж3 так и было сыграно кстати Ф3 был сильнейший ход вот после хода Ф3 белые получали наверное все-таки плюс слон Ф5 с угрозой взятия на Х3 Х4 лучший ход Ферзь Ж3 Ферзь Ф2 Ферзь Е5 Ж3 как-то вот так белые могут играть скажем слон Д7 Конь Б5 ладья Ц5 потому что на Ц3 если вы возьмете то Конь БЦ3 а если возьмете на Б5 то ладья БЦ8 шаг поэтому нужно закрепить ладью вот здесь вот и возникает вот такое положение с лишней пешкой у белых с компенсацией у черных ну Конь H5 можно цепляться у черных хорошие шансы на спасение но и лишней пешкой у белых и шансы на победу сети у них есть но вместо этого соблазнился тактикой Ян Непомощи он сделал ход ладья Ж3 атаковал черного Ферзя Ферзь С1 Король отступает и нельзя брать на Ц7 что видно конечно и на это уповал Ян тогда Ферзь бьет Ф6 ладья на Ж3 стоит как надо но черные возвращают Ферзя на Ф4 загнав белого крадья на поле Х2 то есть ладья защищена ладья связана белая Конь защищен Конь на Ц7 под ударом а после отступления висит во-первых пешка стоящая на поле Ц2 но это не важно важно то что Конь Х5 связка ладья качество белыми теряются теряются или нет на самом деле не так все просто Конь Ц3 Конь связывает черного слона что делать можно было сыграть ладья без Ц3 черными здесь БЦ и Ф5 вот так трактовать видимо после этого черные без особых хлопот причавили к мирной гавани хотя вот я сейчас смотрю а нельзя ли взять скажем на Б6 тоже вопрос такой можно или нельзя взять на Б6 можно да можно только нельзя потому что очень слаба пешка Ж2 потому что черные играют Ферзь Д2 или Ферзь Ф1 Ферзь Д2 атакует пешку Ж2 заставляет белку уйти Ферзем на Ж1 пешка С3 теряется пешка Д5 висит у черных здесь лучше а не хуже причем на Ферзь Ж1 можно сейчас сыграть Ф4 и сыграть в атаку вот а после Ферзь Е3 хода сильнейшего вот здесь вместо хода Ферзь Б6 который я предложил рассмотрел точнее сказать только что Ферзь Е5 Ф4 Конь БЮ Ж3 есть удар на ФЕ вилка и теряется Ферзь на Е3 у черных нижняя фигура ведь на взятие на Д6 можно сыграть король Ф8 и остановить королем вот проходную а в случае хода Ферзь БЮ Ж3 Ферзь Ф6 ну что смотрим считаем пешки у белых лишняя пешка но у черных хорошие пешки а у белых не очень слон пассивный у белых наполит Б3 видим позиция почти равная это в случае хода Ладья бьет С3 который ну скажем так спасал ну а Нижгирь сделал ход Ф5 защитил слона Ладья по прежнему под связкой Конь Е4 пожалуйста ФЕ но Конь Е2 играет Ян Непомнящий и ход правильный он выгоняет черного Ферзя с поля Ф4 связка прекращается и теперь ход Ладья Р6 сдавал белым решающие преимущества вот видимо ходом Ладья Р6 мог выиграть просто почти форсированно Ян Непомнящий эту партию и весь драматический матч и мини матч и матч в целом в чем дело если Битница 2 тогда Ферзь Биташ 4 то есть слон связан по четвертому ряду если играть Ферзь Е7 отводя Ферзя на защиту пешки то не будем забывать что у Белых лишняя пешка Конь С3 затем взятие на Е4 ну и говорить не о чем у Белых большое видимо решающее преимущество Ладья не теряется у нее есть и Полина Е6 в случае если будут атаковать и Полина Д6 если черный Ферзь это сделает но сыграл Ф2 Ф3 Ян Непомнящий видимо полагая что вот так вот он добирается за слона получает две фигуры за Ладью и все у него здорово но это не так Блиц есть Блиц Конь Би Дж3 взятие, взятие теперь Ферзь Ф4 Ферзь возвращается на поле откуда его уже никто не выгодит взятие на Е4 и Х5 пешка Е связана бить на Е5 нельзя идти вперед нельзя Ферзь подвиснет на Д4 угрожает Х5, Х4 и никакого с раду никакого спасения у Белых нет Ферзь Д3 Х4 взятие на Ф5 Ладья Ф8 черный могут покакетничать не брать сразу берут вот такой редакции забирают на Ф5 берут на Ф4 Ж5 ну две пешки у Белых конечно за качество но полная блокада нет проходных ну и на А4 вот отдает пешку сознательно я думаю Ян Непомич и дело все равно нечего выиграть Белые не рискуют может спасти партию шансы и были хотя маленькие объективно проигрышная позиция план черный прост король идет вперед одну из пешек придется Белому после короли опять отдать или пешку на Д5 или пешку на А4 а после слонов 3 берется на А4 ну и здесь Ян Непомич просто сдался сдался в безнадежном викинде Эншпиле без качества сдался после драматичнейшей борьбы очень интересной но я думаю что те кто не видели что происходило в этом матче живьем с интересом выслушали вот этот самый мой рассказ мой комментарий поскольку было действительно много поворотов множество поворотов матчевой судьбы таким образом Аниш Гирия взял реванш за поражение в первом мини матче счет по сетам сравнялся 1-1 и все в этом поединке должен решить следующий завтрашний день воскресный день в котором соперники ну словно бы начнут все с чистого листа причем напомню что если Магмус Карсон уже вышел в финал то вот его соперник скорее всего обеспечит себе место в турнире 4 хотя сейчас вот после того как не выиграл во втором сети Ян Непомничий у Ани Шигири ситуация менее ясная я не знаю точно как организованы устроены дополнительные показатели понятно очевидно лишь то что вторым не третьим первым финалистом безусловно станет Магмус Карсон он два турнира выиграл вторым финалистом станет конечно же то есть стал уже Даниил Дубов он выиграл один турнир но выиграл его третьим судя по всему станет Хикару Накамуру который дважды остановился вторым а четвертым вот посмотрим чем закончится завтрашний стыковой матч третий сет этого самого очень интересного поединка ну что ж наша программа подошла к концу я по традиции перед тем как проститься призываю вас ставить лайки подписываться на наш канал тех кто не сделал этого ранее ну и разумеется обыгрывать своих соперников когда вы играете с ними в шахматы а пока до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания